Метод самостоятельной гормонотерапии предрака и начального рака эндометрия с сохранением фертильности известен уже более 30 лет. Тем не менее, несмотря на простоту, отсутствие необходимости освоения сложных хирургических навыков, метод так и не получил широкого распространения ни в мире, ни у нас в стране. В 2012 году был проведен мета-анализ. Английские авторы в результате поиска в литературе обнаружили всего 34 публикации, где число пролеченных пациентов представляло собой 5 и более. На диаграмме по вертикальной оси отложено число пациенток в отдельных исследованиях и столбиками представлены все 34 публикации. Как вы видите, в большинстве исследований число пациенток не превышало 15 человек. Метод самостоятельной гормонотерапии – это, пожалуй, единственное направление в онкогинекологии, где приоритет принадлежит отечественным гинекологам, в частности, Яну Владимировичу Бохману. Он первым в 1985 году опубликовал результаты лечения 19 пациенток с предраком и начальным раком эндометрия, где была показана эффективность метода и возможность реализации репродуктивной функции. В нашей стране на сегодняшний день исследования проводятся в Московском научно-исследовательском институте имени Герцена, также в Санкт-Петербурге под руководством профессора Максимова и в Красноярске под руководством профессора Пашова. Рандомизированных исследований на сегодняшний день, естественно, нет. Мы в институте изучали на первом этапе возможности использования в качестве препаратов 17-оксипрогестерон, затем высокие дозы пероральных гистогенов, в частности, медроксипрогестерон и ацетат, препарат Провера. С 2008 года мы интенсивно изучаем возможность использования внутриматочной гормональной системы Мирена, позволяющей достичь локальной в эндометрии очень высокой концентрации гистогенов практически в 100 раз выше, чем при применении пероральных препаратов. В то же время использование местных гистогенов практически лишено системных побочных эффектов. Дополнительно, при начальном раке эндометрия мы выключаем временно работу яичников, чем снижаем уровни собственных эстрогенов до костменопаузальных значений. И последние годы мы решили изучить, будут ли дополнительные преимущества, если к внутриматочному введению гистогенов мы добавим известную ранее схему пероральных гистогенов. На первый взгляд, наш протокол исследования казался очень простым. Мы исходно проводим обследование пациенток. При атипической гиперплазии вводим внутриматочную спираль Мирена. При начальном раке эндометрия, высоко дифференцированном, без инвазии, Мирену дополнительно агониста гонантропин-релизингормона. Через 3 месяца контролируем гистологически, через 6 месяцев устанавливаем излечение и рекомендуем реализацию репродуктивной функции. Однако в реальной жизни наш протокол оказался намного более сложным, поскольку речь идет о молодых пациентах. Около 80% из них не имеют ни одного ребенка и очень настойчиво желают сохранить репродуктивную функцию. Поэтому в случае неизлеченности в 3 месяца, либо в 6 месяцев, нам каждый раз индивидуально приходилось решать вопрос либо о продолжении гормонотерапии, об изменении варианта гормонотерапии, либо о хирургическом лечении. Наши результаты в отношении атипической гиперплазии эндометрия при использовании внутриматочной системы Мирена было пролечено 58 человек, средний возраст составил 33 года, от 24 до 42 лет. При лечении в течение 6 месяцев у 50 пациентов было достигнуто излечения. В случае неизлеченности в 3 месяца и в 6 месяцев части больных мы продолжали гормонотерапию, и у некоторых из них также удалось достичь излечения. В случае отсутствия эффекта пациентки были прооперированы. Таким образом, из 58 пациенток, начавших лечение, 50 были излечены через 6 месяцев, еще четверо при удлинении гормонотерапии до 9-10 месяцев. В результате полный эффект достигнут у 93% больных, что мы считаем достаточно высоким показателем. В отношении репродуктивных результатов. Часть пациенток после окончания лечения решили отложить реализацию репродуктивной функции. Им с целью профилактики рецидива была оставлена внутриматочная спираль Мирена. 6 пациенток были включены в протоколы вспомогательных репродуктивных технологий. У двух из них наступили беременности. У пациенток, пытавшихся самостоятельно забеременеть, у 6 из них наступило 7 беременностей, что составило 16%. Всего у 8 пациенток наступило 9 беременностей. Их течение в целом особо не отличалось от течения беременности в популяции. Частота наступления беременности после излечения атипической гиперплазии на сегодняшний день у нас составила 18%. Чем отличается метод самостоятельной гормонотерапии? Это высокой частотой рецидивов. При атипической гиперплазии эндометрия при сроке наблюдения от 3 до 62 месяцев, медиана 28, частота рецидивов в нашем исследовании составила 9%. При этом рецидивы возникали через 8-23 месяца после окончания лечения. То есть, по сути, пациенты нуждаются в длительном динамическом наблюдении. Мы не можем сказать, что какой-то период рецидива нет, и дальше его уже не будет. В отношении рака эндометрия, начального рака, результаты оказались несколько хуже. Среди 45 пациентов, которым начато было лечение, через 6 месяцев излечение было установлено у 33%, что составило 73%. При неизлеченности в 3 месяца в 3 случаях мы продолжили гормонотерапию, добились излечения. В 5 случаях продолжение гормонотерапии эффекта не дало, пациентки были прооперированы. При неизлеченности на 6 месяцев в 4 пациентах мы также пытались продолжить гормонотерапию. В 2 случаях было достигнуто излечение, в 2 случаях пациентки были прооперированы. Таким образом, в общей сложности, при удлинении гормонотерапии, мы получили эффект у 84% больных. В отношении репродуктивной функции результаты оказались несколько лучше, чем при атипической гиперплазии. Также у части больных, не желавших реализовать репродуктивную функцию, было оставлено внутриматочной спиральми Рена. 6 пациенток были включены в протокол ВРТ и наступило 4 беременности. У пытавшихся самостоятельно беременности наступили в 22% случаев. Частота наступления беременности после излечения начального рака у нас составила 30%. В отношении рецидивов после самостоятельной гормонотерапии начального рака эндометрия. Частота рецидивов при сроке наблюдения от 3 до 58 месяцев составила 37%. Это очень большая цифра, учитывая, что речь идет о начальном раке эндометрии, ситуации, когда в случае стандартного хирургического лечения пациентки с вероятностью более 95% были бы излечены. То есть мы представляем себе, что реально, занимаясь самостоятельной гормонотерапией, мы пациенток с начальным раком эндометрия не излечиваем, а создаем для них репродуктивное окно, то есть период времени, когда пациентки могут реализовать репродуктивную функцию с дальнейшим решением вопроса о радикальной операции. Наши результаты по самостоятельной гормонотерапии принципиально не отличаются от данных метаанализа, публикации, которые я показывала в начале доклада. По данным метаанализа, общее число пациенток с раком эндометрия составило 408, а типической гиперплазии 151. При раке эндометрия излечения 76%, у нас 84%, при а типической гиперплазии проценты, в принципе, схожие 85-93%. У нас оказалась схожая частота рецидивов для рака эндометрия, несколько реже для атипической гиперплазии. И число наступлений беременности, в принципе, также сопоставимо. Отсутствие рандомизированных исследований и вообще малое число исследований оставляет поле для огромного числа дискуссионных вопросов. В частности, это критерии отбора пациенток, препараты и длительность лечения, возможности применения безопасности вспомогательных репродуктивных технологий, безопасность беременности у данных пациентов, вопрос о необходимости гистероктомии после реализации репродуктивной функции, вероятность развития рака яичников, а также вопросы лечения рецидивов. В отношении критериев отбора. На первом этапе, естественно, мы всем пациентам проводим диагностическую гистероскопию. При этом, когда вся полость матки практически поражена опухолью, перспективы в отношении гормонотерапии невысоки, но при отсутствии признаков инвазии по данным УЗИ МРТ, это само по себе не является поводом отказать в попытке гормонотерапии. В большинстве случаев мы видим локальные изменения эндометрия. Это может быть атипическая гиперплазия, так же выглядит начальный рак эндометрия. Достаточно часто изменения совсем небольшие. При первичной диагностике мы оцениваем условия для введения внутриматочной спирали. В частности, здесь видно седловидная матка. Мы, скорее всего, отдадим предпочтение пероральным гистогенам, но ситуация довольно редкая. В отношении степени дифференцировки. Все авторы соглашаются, что высоко дифференцированная эндометриоидная аденокарцинома. Никто не проводит гормонотерапию при низкодифференцированных. При умеренно дифференцированной ситуация достаточно редкая. В нашем исследовании это всего 6,8% пациенток, 4 больные. У трех из них удалось достичь излечения, однако у двух через 11 и 16 месяцев уже возникли рецидивы. То есть, начиная гормонотерапию в такой ситуации, мы информируем пациентов, что у них прогноз на фоне остальных женщин будет, конечно, в отношении излечения хуже. Начальная инвазия. Также все авторы согласны, что можно лечить без инвазии. При инвазии более 1,2 гормонотерапии не проводится. При минимальной инвазии у нас таких пациентов было 7, составило 12%, когда инвазия по данным музеям РТ не превышала 1,2 мм. У четырех из них проводилась гормонотерапия длительная 9-12 месяцев. Не удалось достичь эффекта. У трех мы достигли излечения, тем не менее. У одной из них уже диагностирован через 5 месяцев рецидив. Две пока наблюдаются без рецидива 18 и 30 месяцев. То есть в такой ситуации также перспективы в отношении излечения и реализации репродуктивной функции невелики. Естественно, мы и другие авторы искали прогностические факторы среди молекулярно-генетических предикторов ответа на гормонотерапию. Мы проанализировали 49 пациенток, у которых было установлено излечение, и они были прослежены не менее 2 лет после окончания лечения. И оказалось, что в отношении прогноза излечения имеет значение не только экспрессия отдельно прогестероновых и эстрогеновых рецепторов, но и их сочетание. К примеру, при высокой экспрессии эстрогеновых рецепторов, независимо от прогестероновых, во всех случаях мы наблюдали излечение не менее 2 лет без рецидивного периода. Напротив, в ситуации, когда мало эстрогеновых рецепторов, даже при относительно высокой экспрессии прогестероновых рецепторов, вероятность излечения составляла 25%. Сама по себе экспрессия рецепторов не является причиной отказа от гормонотерапии, однако в некоторой степени позволяет ориентироваться на прогноз. В отношении препаратов для проведения самостоятельной гормонотерапии стандартов нет. Наиболее изученными являются медроксипрогестероноцетат, мегистролоацетат. Мы на сегодняшний день, естественно, отдаем предпочтение внутриматочной спирали Мирена за счет высокой концентрации гистогенов и отсутствия системных побочных эффектов. Остальные препараты мало изучены, мы используем также агонисты, но и другие авторы лишь единичные публикации привозят по эффективности оральных контрацептивов натурального прогестерола гибиторформатаза. Мы попробовали соединить внутриматочную систему Мирена и высокие дозы пероральных гистогенов. Таких пациенток в нашем исследовании было 14. Через 6 месяцев от начала лечения 64% мы достигли излечения, что оказалось существенно ниже, чем при использовании Мирена в соотношении с агонистами. При наблюдении всего до 17 месяцев уже установлено 2 рецидива, то есть эффективность оказалась не выше, а даже несколько ниже. И при этом варианте лечения у одной пациентки у нас был зарегистрирован летальный исход, который мы не можем исключить влияние гистогенов, у нее был ишемический инсульт. Поэтому в настоящее время мы ограничиваем применение высоких доз пероральных гистогенов только с случаями неэффективности длительного использования Мирены или рецидивами. В отношении применения внутриматочной хирургии вопрос остается дискуссионным. Есть публикации, в частности из Италии, где авторы сообщают о лечении правда всего 6 пациенток с использованием частичной гистерорезектоскопии эндометрия с последующей гормонотерапией. И из 6 излеченных пациенток у 4 наступили беременности. Мы проводили исследование, когда при гистероскопической облации эндометрии излучали глубину деструкции эндомиометрия, которая составила до 10 мм. То есть при таком воздействии мы не можем гарантировать, что эндометрия будет восстановлена, что необходимо в последующем для реализации репродуктивной функции. Более того, в нашем исследовании у 59 пациенток после облации эндометрия в 15 случаях была выполнена гистероктомия и в 13% при планном гистологическом исследовании были обнаружены микроочаги высоко дифференцированной аденокарциномы. То есть само по себе такое внутриматочное хирургическое вмешательство не является гарантией излечения и на сегодняшний день применение его ограничено. На слайде здесь представлена пациентка гистероскопия, которой выполнена была локальная резектоскопическая облация эндометрия в области правого трудного угла. И спустя полтора года мы видим, что здесь эндометрия практически отсутствует, облитерирована область правого трубного угла, эндометрий сохранен только в области левого трубного угла. Тем не менее, даже в такой ситуации у нее наступила беременность, которая в настоящее время сейчас она вынашивает. У другой пациентки была выполнена аналогичная облация в области правого трубного угла. Через 2,5 года выражена стеноз цервикального канала. Полость матки практически полностью облитерирована, и здесь перспективы уже для восстановления эндометрии и реализации репродуктивной функции практически нет. Эти примеры демонстрируют, что возможности внутриматочной хирургии при сохранении эффективности пока ограничены. Пациентке выполнялась также резектоскопическая облация эндометрия, и уже спустя 2 месяца в этой же зоне снова возобновление роста атипической гиперплазии начального рака эндометрия. Пациентке было выполнено стандартное раздельное диагностическое выставливание и введена внутриматочная спираль Мирена. Через 6 месяцев от начала терапии вы видите, что на этом участке эндометрия визуально не изменен, и гистологически подтверждено излечение. Поэтому в настоящее время мы отдаем пока предпочтение стандартному раздельному диагностическому выставливанию. В отношении длительности лечения вопрос дискуссионный. Практически все авторы отечественной и зарубежной согласны, что не менее 3 месяцев нужно для оценки эффекта. Профессор Пашов в Красноярске лечит пациентов 12 месяцев. Мы в основном придерживаемся 6 месяцев. Тем не менее, по нашим данным, удлинение гормонотерапии до 9-10 месяцев позволяет добиться дополнительного улучшения результатов. В двух случаях мы лечили пациентов 12 месяцев, но результата не достигли, также была установлена неизлеченность. Поэтому на сегодняшний день мы ограничиваемся цифрой 6, 9, 10 месяцев. Возможно ли использование вспомогательных репродуктивных технологий, в частности экстракорпорального оплотворения, после излечения типической гиперплазии рака эндометрия? До недавнего времени существовали лишь отдельные публикации, где у пациенток проводили ЭКО и довольно высокие показатели реализации репродуктивной функции. В 2013 году впервые было опубликовано довольно крупное исследование. 36 пациенток после начального рака эндометрия типической гиперплазии. Их разделили на 3 группы. 16 больных после излечения использовали ВРТ и были роды, 10 больных использовали ВРТ, родов не было. И третья группа, 10 больных без ВРТ, они не планировали беременность. Авторы показали, что частота рецидивов в группах, где было ВРТ и не было, но не наступала беременность, была достоверно выше, чем в группе пациенток, у которых после излечения были роды. Мы попробовали разделить наших пациентов таким же образом. Группы получились маленькими для того, чтобы проводить статистический анализ. Тем не менее, некоторые закономерности, как нам кажется, видны. Первое, что когда мы оставляем внутриматочную спираль Мирена для профилактики рецидивов, это не является гарантией. Даже на фоне спирали рецидивы возможны. Второе, что при отсутствии вспомогательных репродуктивных технологий наступления беременности в группе рака эндометрия из шести пациенток у трёх были рецидивы. При этом в двух случаях это были замерзшие беременности. И при применении ВРТ без наступления беременности достаточно высокая частота рецидивов как при атипической гиперплазии, так и при начальном раке эндометрия. Это может быть ещё другое объяснение, что пациентки более тщательно обследуются, находясь на протоколах ВРТ. И может быть, это одна из причин, что рецидивы выявляются несколько чаще. Безопасна ли сама беременность после излечения рака эндометрия? До недавнего времени мы полагали, что беременность не может сочетаться с раком эндометрия. Все описанные в литературе случаи это были либо замерзшие беременностью до 8-10 недель рак эндометрия, либо рак диагностировался уже после родов где-то через 2-4-6 месяцев. В нашем опыте мы знаем от 4 из замерзших беременностей, где был установлен рак эндометрия. И среди 84 наших излеченных пациенток ни в одном случае рецидив не совпал с беременностью. Тем не менее, в прошлом году к нам обратилась пациентка, которая по месту жительства была выполнена в искабливании, установлена диагноз рака эндометрия. И на момент обращения к нам в институт уже без лечения была беременна 6-7 недель. Определяя сердцебиение плода, мы на консилиуме решили сохранить эту беременность, которая закончилась родами. В октябре 2013 года родилась живая девочка. При обследовании в феврале, по данным МРТ, патологии эндометрия выявлено не было. Однако при гистероскопии наблюдался ограниченный участок измененного эндометрия, что гистологически оказалось атипической гиперплазией и начальным раком эндометрия, гистологически схожим с исходным раком. В пациентке было выполнено хирургическое лечение. То есть этот пример показывает, что по сути рак эндометрия существовал с беременностью, не прогрессировал на фоне беременности. И в последующем, естественно, если пациентка бы не обратилась, дальше сценарий развивался бы в позу прогрессирования. В отношении гистероктомии посеродов на сегодняшний день вопрос решается в пользу за, поскольку достаточно высокая частота рецидивов. Существует дополнительный риск рака яичников при начальном раке эндометрия. По данным литературы, этот риск величина его 5%. У женщин с диагнозом рака эндометрия синхронный рак яичников. Однако в 2005 году было опубликовано исследование американских авторов под руководством Кристины Волж, где 102 пациентки молодого возраста 24-45 лет, медиана составила 41 год, были прооперированы по поводу рака эндометрия, и в 25% случаев был обнаружен синхронный метастатический рак яичников. Когда ограничились только первой стадии, процент остался очень высоким, 21%. Мы проводили аналогичные исследования и изучали гистологию 300 пациенток, однако возраст был существенно больше. Медиана у нас составляла 56 лет. И после гистероктомии по поводу рака эндометрия первой стадии синхронный рак эндометрия был установлен у 5-7%, то есть мы полагаем, что у молодых пациенток риск существует, риск существенный, который мы должны принимать во внимание, сохраняя яичники при операции, а также наблюдая пациенток на фоне и после окончания гормонотерапии. Особенности рецидивов после самостоятельной гормонотерапии. Как я уже говорила, сроки возникновения рецидивов могут быть довольно поздними, что требует постоянного наблюдения за пациентками. При обращении, при диагностике рецидивов после атипической гиперплазии в 45% случаев это уже рак эндометрия. При рецидивах у пациенток, леченных по поводу рака, а в 18% это уже отдалённые метастазы. И также в 18% пациенток мы выявили синхронный рак яичников. Вопрос о тактике лечения рецидивов также остаётся дискуссионным. В нашей работе у 22 пациенток проводился по поводу рецидива лечения в 6 операциях, у 16 повторный курс гормонотерапии, что позволило 3 пациенткам с использованием ЭКО в 3 случаях забеременеть и родить. У 44% пациенток возник второй рецидив, который уже потребовал хирургического лечения. Таким образом, на сегодняшний день исследования по проблеме сохранения фертильности у пациенток с начальным раком эндометрии их исследований очень мало. Остаётся очень много дискуссионных вопросов. И мы надеемся, что если этот несложный метод будет более широко применяться, будет больше ответов на дискуссионные вопросы, и метод станет ещё более эффективным. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Валерьевна.